Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Про Цветок! С вами Анастасия Гулис, и сегодня я бы хотела рассказать вам немножко о растениях, которые мы сеем один раз и на всю оставшуюся жизнь. Кто же относится к таким растениям? Конечно, большинство из этих растений это однолетние цветочные растения. Но в этом списке также есть и двулетники, есть многолетники, и даже небольшое количество мелколуковичных растений, которые способны самостоятельно размножаться самосевом без полного вмешательства с вашей стороны. Наверняка вы помните такие растения, которые выращивала еще ваша бабушка в цветнике. Это космея, это календула, это различные сорта василька синего. Действительно, эти однолетние цветочные растения, они настолько акклиматизированы в наших условиях, что способны полностью вызревать в течение одного вегетативного сезона и давать полноценные семена, которые прорастают рано весною. Однако, список таких растений несколько больше, чем мы привыкли себе представлять. Например, очень хорошо размножается самосевом такой однолетник, как лобулярия или алисум морской. Есть сорта этого растения, которые отличаются окраской цветков от белого до темно-фиолетового и различной высотой. Как правило, если вы посеяли на своем участке какой-то один сорт и не высаживали других сортов, то сортовые качества при пересеве у него сохраняются. Очень часто самосевом размножаются такие однолетние цветочные растения, как эшольция калифорнийская или мочок. Очень частым самосевом отличается однолетний вид хризантемы, хризантема посевная. В китайской и японской культуре этот вид выращивается как огородное растение. Однако, существуют сорта с белыми, желтыми и бело-желтыми цветками, которые очень красивы, как декоративное растение. В последние годы очень часто дает самосев такая популярная однолетняя культура, как львины зев или антирину. Этот вид, также если вы выращиваете какой-то один сорт, сохраняет свои сортовые качества. Однако, следует учитывать, что гибриды F1, львиного зева, а также сорта группы butterfly с колокольчатыми цветами, как правило, не образуют полноценных семян в наших условиях. И ждать от них самосева бессмысленно. Очень часто при выращивании ранних сортов астры китайской или калистефукса китайского можно наблюдать полноценное возревание этих астр и появление самосева. Как правило, семена астры китайской собственного сбора при длительном выращивании на одном месте, при постоянном пересеве, со временем теряют свою махровость. Поэтому, конечно, посадить один раз и забыть навсегда с этим растением не очень хорошо получается. Однако, очень красиво и эффектно выглядит не цветущая красивыми цветами, но имеющая определенный шарм такое растение, как кохия веничная. Чаще всего мы ее выращиваем под названием ледникий парис. Это растение отличается красивой формой куста и покраснением листьев после заморозков. Также ее можно стричь и создавать из нее бордюры и какие-то интересные садовые затеи. Кроме того, при выращивании в саду вы можете очень часто обнаружить самосев таких растений, как сальвия или шалфей мучнистый. Это очень популярное сейчас однолетнее растение. В отличие от сальвии блестящей, которую мы знаем по городским цветникам с красными цветами, это растение отличается синими цветами. Есть сорта с белыми цветами, но однако синие более эффектные. Кроме того, листья у этой сальвии серебристо-серого цвета. Это очень эффектное растение, поэтому стоит попробовать ее вырастить. Также есть еще один вид сальвии, который не часто встречается у нас, но очень популярный у английских садоводов. Этот вид отличается невзрачными достаточно цветками, но очень интересными, красиво окрашенными прицветниками, которые, собственно говоря, и придают декоративность именно этому виду сальвии. Это сальвия хорменум или сальвия зеленая. Она имеет сорта с синими прицветниками, белыми, розовыми или фиолетовыми прицветниками. Это растение достаточно посадить один раз в своем саду, и вы не захочете расставаться с ним никогда, поскольку оно будет давать у вас самосев в самых неожиданных местах и радовать вас совершенно без всякого вашего участия. Очень часто при выращивании таких растений, как лабелия эринус или петуния, мы можем наблюдать ранней весною всходы этих растений. Как правило, самосев, конечно-то, они дадут, но полноценного цветения от них вы не дождетесь. Особенно это касается петунии, поскольку чаще всего мы выращиваем сортовые петунии, а очень часто это даже гибриды F1, которые при пересеве не сохраняют своих декоративных качеств. У лабелии декоративные качества обычно сохраняются, но при безрассадном способе выращивания зацветает она достаточно поздно. И, в принципе, иногда, наверное, проще все-таки купить готовую рассаду лабелии и порадоваться цветению ее вовремя, когда мы хотим. Однако не только однолетние растения способны цвести без нашего вмешательства в нашем саду долгие годы. Есть и такие многолетники, которые появляются в совершенно неожиданных местах нашего сада без нашего участия. Кто к ним относится? Прежде всего, это такие весенние цветущие растения, как примулы. Очень многие примулы хорошо опыляются, и семена их разносятся ветром либо при участии нас самих на достаточно большие расстояния в нашем саду. И ранней весной вы можете обнаружить совершенно новенькие растения. Иногда они даже отличаются по окраске цветков от материнских растений. Чаще всего самосевом отличаются такие виды примулы, как примула весенняя, примула высокая, примула японская. Она практически всегда размножается самосевом. Ну и некоторые другие виды примул также способны давать самосев. Например, примула мелкозубчатая. Из многолетников следует отметить способность к образованию не сеянных нами и не саженных растений, такого растения, как аквилегия. Аквилегия или водосбор очень декоративна. Имеется несколько видов, которые выращиваются в культуре. Все эти виды очень часто гибридизируют между собой. И если вы выращиваете в саду несколько видов, то вы можете получить совершенно неожиданные гибриды с непредсказуемой формой цветка, с непредсказуемой окраской цветка. Поэтому, может быть, и не стоит удалять полностью самосев этого растения, а подождать результатов вашего садового эксперимента. Самосевом также размножаются такие многолетники, как невянники, а также гайлардии. Это так называемые садовые ромашки. Они цветут очень эффектно, достаточно продолжительно. Но, как правило, они условные многолетники, поскольку на одном месте без пересадки они хорошо себя чувствуют не больше 2-3 лет. Поэтому возможность появления самосева у этих растений является приветствуемым качеством и способствует их дальнейшему процветанию в нашем саду. Совершенно неожиданным для меня явилось появление самосева на таком растении, как децентра великолепная. Как оказалось, семена этой децентры, они снабжены такими мясистыми придатками, их разносят муравьи. Скорость этих семян не очень высокая, но муравьи способны их занести в такие места, в которых будут созданы наиболее благоприятные условия для прорастания и произрастания этого растения. Очень часто муравьи разносят семена таких растений, как фиалки, причем это различные виды фиала, как и двулетники, например, виалка ветрока или анютины глазки, так и многолетняя виалка рогатая, фиалка мотыльковая. Их муравьи также разносят и размножают практически по всему вашему саду. Из двулетних растений, способных самосеяться, следует отметить гвоздику турецкую или бородатую, незабудки, колокольчик средний, наперстянку пурпурную. Причем, если вы выращиваете различные сортаны перстянки в одном месте, то в результате гибридизации вы можете получить совершенно неожиданные окраски либо формы этого цветка. Неожиданным для вас может оказаться такой факт, что самосевом размножаются мелколуковичные растения. Довольно мало видов мелколуковичных растений, которые успевают достаточно быстро развиться из семян и зацветать. И наиболее часто это такие виды, как пролески или сцилы, сцилосибирская или сцилодвулистная очень часто дают самосев. Также размножаются очень активно самосевом пушкиния и такое нечасто встречающееся луковичное растение, как хионодокса. Различные ее виды также хорошо размножаются самосевом. Из мелколуковичных растений очень часто появляется самосев у такого вида, как эрантис или зимовник. Чаще всего мы покупаем его однократно клубеньками, высаживаем, а затем он потихоньку разносится по нашему саду с насекомыми. Насекомые разносят его семена. Надеюсь, мои наблюдения помогут вам создать свой прекрасный сад, который потребует вашего минимального вмешательства и будет давать вам максимальное наслаждение. Оставайтесь с нами на канале Процветок. 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 Процветок.